ты поджумли как бы ничего не в курсе да то есть поджумли это очень поверхностно поверхностно вот смотри сейчас вот в админке находимся до первое что нужно сделать тебе будет сменить пароль на сложный у пользователя администратора да то есть я показываю просто потом видеозапись если чё пересмотришь но только потому что защиту я поставил он защита не дает сменить просто так она не даст и сменить пароль сначала ты заходишь компоненты rs firewall то есть защиты который оставил вот она здесь находится компоненты 1 firewall здесь ты заходишь настройки firewall а дальше ты смотришь вот смотри на вкладке блокировка здесь я поставил защиту на то чтобы никто не мог поменять тебе даже админские данные также можно поменять но сначала ты здесь запретить создать новых администраторов то есть понятно да здесь отключить доступ к менеджеру ширин джума но не надо вас мои защитить следующих пользователей и вот он выбран здесь то есть можно кликнуть и выбирать здесь сначала смотри ты убираешь я по крестику вилл кликнул то есть никого чтобы он не защищал нажимаешь сохранить закрыть переходишь менеджер вот пользователи менеджер пользователей и вот он супер юзер это как бы один показать пользователь то есть как бы как администратор ты кликаешь по супер юзер по ссылке а вот действие можно писать там имя фамилия чем такое чтобы вот это но она принципе нигде не высвечивается но если там буш посты писать и захочешь чтобы был видно автору вот здесь вот поменять чтобы это беспонтовый супер юзер я обычно пропишу имя фамилия садись тут главный вот логин принципе я не за есть не нравится поменяешь логина свой главный пароль здесь обязательно то есть просто прописываешь пароль и повторить пароль ниже да и не забудь вот здесь поменяйте mail и сейчас по поводу mail сразу затрону тему значит email здесь привязан к домену должен быть то есть и либо у вас есть ли вы будете создавать вопрос да то есть смотри какая ситуация но здесь вот здесь как бы по большому счету можно обычный mail просто да там забыл ты пароль от своего как бы админского аккаунта там можно восстановить и тебе на этом и в любом случае придет восстановление пароль да в общем здесь ты поменяешь пароль на свой нажмешь сохранить закрыть и если хочешь также админские данные чтобы защитить возвращаясь и значит firewall но назад ты понял как включить да да и по поводу мл теперь основного смотри переходим систему общей настройки здесь ты переходишь на вкладку вот сервер то есть вот они вкладки сервер а вот здесь вот справа вот как примерно выглядит то есть мой домен вот такой почта от mail бизнес почта бесплатная либо там либо на google можно сделать на яндексе не знаю то есть отдельно создается она привязываться вот к домену так и когда ты почту сделаешь ты обязательно прописать нужно вот здесь пока мой стоит просто удалишь и пропишешь свой это воде зачем нужно чтобы заказы с каталога приходили на почту то есть на обычный ящик не придут даже не пробует вот это связано с ужесточением правил компании mail.ru ну и там и google и яндекс они тоже так уже действует то есть вот здесь вот обязательный момент такой важный вот и по поводу вот этих вот вкладок сейчас тоже пробегусь я что тоже важно на самом деле переходишь на сайт так вот смотри название сайта вот 10 убираешь это идет как бы title то есть это заголовок сайта он также будет показан на вкладке браузера именно фронтальной части сайта то есть прям на вкладке там где иконочка такая у вас лампа да там сейчас что-то написано корзина но это я потому что не на главный вот сейчас там написано главное там не должно быть главное то есть вот это вот обязательно то есть нет русскими над конечно вообще не на латинице да обязательно русским потому что сайт русский и направлен на русскоязычную аудиторию обязательно по-русски и ниже смотри обязательно вот пустые поля вот смотри настройка метод данных вот именно description это описание то есть это описание для сайта она не будет да она на сайте видно не будет это только для поисковых машин где-то предложение 2 где-то до 170 символов не больше просто поисковик больше не увидит это значит текст вообще показывается вот в яндексе вбивают запрос ты видел же как выглядит запрос да только не просто смотри ключевиками здесь нельзя забивать внизу keywords вот ключевые слова внизу через запятую вот здесь да вот здесь вот робот не трогаешь как стоит так и стоит вот авторские права здесь у меня написано федор васильев то есть я как бы у меня бренд так и есть как имя и фамилия а у вас может быть здесь название конторы например просто написать то есть не обязательно вот это вот это не обязательно может пустым оставить вот но лучше прописать все здесь вот именно по этой странице вот именно важный параметр описание да 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 кстати вот ты будешь ну сам разместишь сайт в яндекс и в google тоже надо это чтобы так смотри сначала я тебе предлагаю немного заполнить товарами обязательно записать да обязательно description записать вот здесь и причем вот этот текст надо написать уникальный то есть чтоб ты взял из головы написал да не копирую откуда-то вот смотри вот этот текст description еще такой маленький плюс к этому скажу он полностью должен дублироваться где-то на сайте то есть вот как он тут есть предложение сознательное предложение где-то надо на сайте воткнуть желательно на главный но он как бы так мало то делать тому что он по сути текст этот он портит вид у вас там сейчас все аккуратно вот или вы в подвал может быть куда-то его вставить но в общем такая тема что он должен быть продублирован то есть все слова и все ключевые слова keywords ниже они должны встречаться на сайте обязательно то есть где-то предложение где-то в товаре прямо в предложении какое-то слово и через этот ключ он должен быть вот здесь в keywords обязательно должны совпадать прямо идентичные должны слова то есть это стараться надо чтоб так было это в плане что касается сел внутреннего сел вот дальше какой момент вот пока по этому моменту если вопросы есть вот дальше тогда дальше как двигаемся какую тему объяснять смотри там есть несколько вариантов я пользуюсь принципе одним который ну не знаю мне кажется сам простым когда ну там шаг идет шаг 1 шаг 2 на каком-то шаге он тебе предложат вставить мета тег вставить в код страницы либо скачать текст файл с таким-то текстом вот качай текст файл с определенным названием котором даст и он предлагает в этот текст и файл обычный документ на компьютер создает в этот текстовый файл предлагаю ставить какой-то код вставляешь также как у там все написано там там у них зайди пожалуйста к себе потом на хостинг просто через менеджер их не либо через в теперь какой-то файловый менеджер на компьютере это может быть тотал команды или файл зилла да ну и но это просто можно сделать у них там у них есть файловый менеджер на ваших хостинге они на всех есть и надо его разместить в корень сайта корень у тебя там папка http по моему называется ну ты увидишь там папку зайдешь и там папки сайта будут папка администратора вот это сайт у вас лежит у остальные папки они вроде пустые да 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 так вот сайта да вот видишь как выглядит структуру папок у тебя будет точно так же это выглядит джумал так вот запомни и ты когда зайдешь должен увидеть все вот эти папки вот это сейчас есть корень закинешь файл текст и он будет в 10 внизу тусить понял потом идешь на яндекс нажимаешь проверить яндекс проверяет этот файл находит на сайте и все в сайт добавлен да и через где-то месяц сайт будет индексироваться уже а в google уже на следующий день может индексировать да то есть просто может текст файл к быкину сюда и все да ну теперь в принципе сейчас я думаю у нас сейчас самый главный вопрос по каталогу остался я думаю какие еще и были моменты вспоминаю может быть что-то я забыл обязательно смени да и кстати от если у вас будет несколько администраторов там и можно создать но пол но помни что у тебя firewall блокирует создание новых администраторов там да то надо отключить сначала я это я так включил чтобы сразу защита стояла вот смотри по поводу обновлений вот здесь на главной странице админки видишь вот тут лишь тоже написано критически это типа это я на самом деле входил он иногда бывает так считает что то есть вот эта фигня который вылазит это уже от файр волосе вот по большому счету даже можно там мэйл указать чтобы тебе на мэйл приходили критические атаки там будет по-английски написано в общем это неважно вряд ли кто-то взломает я сомневаюсь вот то есть в принципе на это не смотришь вот на это вот но вот у тебя обновился сейчас как раз rs firewall я тебе его обновлю сейчас ну как не сегодня может быть завтра вот и вот виша по поводу обновлений у тебя будет висеть такая фигня об этом я показываю на своем тестом потому что я не доверяю твоему хостингу и показываю здесь вот смотри здесь просто важный момент поэтому я решил здесь тебе тоже об этом сказать здесь нажимаешь обновить это еще не знает что будет обновляться здесь пока покажется чего там обновить надо две штуки да вот видишь а здесь показывает как раз каталог вот это диджей каталог 2 это и есть твой каталог с твоими лампами то есть эта компания это компонент который стоит на джумле он обновлен просто когда я делал его на 357 его еще не было обновления обновление вышло но у меня у самого пока его нет на днях должно должен получить то есть вот rs firewall я уже скачал обновление то есть вот это я тебе обновлю но перед этим когда я буду готов обновить я тебе напишу надо на всякий случай сделать резервную копию сайта ты ну я не знаю как хостинг вот я вообще у меня бесит этот хостинг как я делал даже у себя просто через за степи все файлы скачай на компьютер и ну зарахивирую пускай лежит то есть просто зайдите за степи и все папки которые сейчас я только что показывал как выглядит джуму вот просто их скопирую на компьютер так но еще один момент еще на скопил базу данных значит такое ну так поверхность в общем база данных mysql там есть такая ссылка php myadmin во всех хостингах есть надо зайти найти и зайти на всякий случай и тоже скопировать это маленький такой файл там получится легкий вот то есть мы копируем все файлы папки документы которых ты уже видел как выглядит структура вот в php myadmin надо будет зайти взять эту базу обязательно тоже скопировать в принципе ничего не будет но на всякий случай надо все-таки сделать резервную копию то есть это если что-то пойдет не так при обновлении мы всегда сможем откатиться понял да но не доверяй именно есть у каждого хостинга там такая кнопка нажал у тебя с бы капил сайт я не доверяя этому бывает чтобы бэкап и кривые получаются лучше вручную копировать бэкап и вот это перед обновлением на сделал так еще бывает такое светится что джумла сама обновился вот здесь внизу справа лишь написан 371 это как раз таки ток ток вот вчера буквально по моему обновился на то есть она светится перед обновлением джумла ты тоже бэкап делаешь но джум или проще ты тут нашу бэкап сделал нажал на кнопку джумла обновился это в несколько минут и все вот но в принципе обновили все принципе можно перейти к каталогу смотри товары добавляются кстати как вообще в админку попасть смотри вот здесь вот видишь адресная строка а ты же когда вот короче там слово администратор понял да вот смотри переходишь компоненты джей каталог 2 это вот и есть джей каталог так товары понятного товары ну давай зайдем кстати покажу как тоже что заполнять и вот здесь один момент который меня смутил я не стал тебе говорить потому что решил его огласить вот ну вот сейчас как раз оглашу оглашу этот момент по поводу заголовков не здесь не нравится 11 нюанс ну создавать вот зеленая кнопка создать и смотри с точки зрения seo здесь неправильно по сути вот это это заголовок у товара да и мне пришлось по сути заголовки нельзя одинаковые создать потому что смотришь я зашел внутрь товара потому что вот к этому заголовку автоматически прописывается альяс вот написано это как бы псевдоним заголовка он одинаково да он одинаков быть не может вот не пустит система просто и поэтому я в следующем товаре просто в альяс подписал один еще вот здесь что вот это заголовок был одинаков как у тебя в примере то есть ты должен вот эти заголовки каждый что был разный светодиодная лампа это расширенное понятие здесь как-то нужно название лампе найти если такой есть хотя это сложно будет сделать потому что она светодиодная лампа она есть ну да 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 вот но здесь понятно по заголовкам сейчас дойдем до этого порядку так вот еще кстати здесь выключен редактор да у тебя надо будет включить сейчас поймешь о чем я говорю смотри по поводу seo этих статей да она здесь артикул но это важный момент вот этот артикул он будет в корзине то есть он будет приходить в письме чтобы вы видели артикул то есть по артикулу вы сразу поймете что за товар правильно поэтому обязательно вот эту тему здесь всегда прописывайте тем более он у вас есть дальше но здесь я не знаю вопрос если будут здесь доступ не трогаешь ты опубликовано он так и есть популярный если выставить да здесь будет подставляться сейчас я покажу короче к товару будет подставляться такая желтая эпидерсия вот здесь типа иконки такой и и вроде как бы он будет выдвигаться вперед то есть если это товар уже внизу где-то ставишь популярным и он на первое место сам поднимается понял по моему это так работает да я уже сейчас не помню дальше здесь родитель ты не трогаешь раздел вот пожалуйста смотреть те категории которые уже создал я то есть как создавать сейчас покажу они выбираются здесь ну то что ты говорил какие категории вот они правильно дальше видимые то есть в каких категориях он может быть один товар виден в нескольких категорий поэтому выбираешь здесь если он в нескольких здесь не трогаешь он тут автоматически представляется то есть если тебе не надо ничего здесь она здесь само про ставится производитель ты сказал у вас нет поэтому я не создавал здесь можешь производитель делать и указывать здесь а сейчас здесь ты выходишь на главную то есть просто можно компоненты джей каталог вот производить лишь кнопка здесь ничего нет просто вот создать нажимаешь и думаю там разберешься да просто ты сказал вроде нет такого и я не стал здесь делать ничего ну вот тут все по-русски в принципе раз производитель сразу вот найдешь дальше смотри по товарам здесь важный момент да дальше значит давай просто зайдем в товар готовый я хочу дальше пробежаться ну вот смотри доступно вот лишь подсказки написано то есть корзину можно добавить только доступный товар а если нет корзину добавить его будет нельзя цена здесь а специальная цена это значит вот эта цена будет перечеркнута то есть скидка если появляется то ты пишешь специальную цену и вот эта цена будет перечеркнута красным как как в интернет-магазине похожие элементы а здесь кстати прикольный момент вот да 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 когда зайдешь подробнее здесь очень красиво вот здесь внизу такими боксами например по три штуки можно вывести вот но чтобы они также красивые выглядели здесь нужно просто в настройках это все настроить настройки это у нас вот диджей также каталог и можно просто так перейти по пунктам здесь тоже все на русском в принципе вот просто раздел двигаешься и здесь глазами пролистаешь и здесь найдешь как ну там просто можно в 3 колонки вывести там размер это все вот здесь можно руками настроить то есть без без каких-то телодвижений лишних и вот смотри у тебя сейчас что-то в заблуждении тебя не водить я сейчас среда редактор включу он был отключен мне нужно было там пока я делал по некоторым причинам вот вешал 10 редактор без редактора включаем тени мэйс сейчас посмотрим что за редактор да он просто отключен был у тебя кстати тоже отключена я сейчас у тебя я его сейчас включил здесь но на вашем сайте он не включился понятное дело то есть также включ сейчас посмотрим в товар заходим вот здесь лишь появляются такие кнопочки вот это как раз краткое описание вот тут что-то пишешь выделяешь делаешь жирным там делаешь например цвет какой-то вот этот редактор есть и внизу идет по полное описание то есть это будет описание полный выглядеть внутри поста но только если ты описание с напишет не если ты описание здесь напишешь вот здесь она у тебя не появится вот здесь товар потому что я его в настройках отключил то есть вот здесь она не появится но она здесь весь вид испорт да если ты хочешь описание то его в настройках ты включ настройки где я тоже показал ну пока не меняю я обновлю все каталог и firewall а потом обмени да смотри подальше по атрибутам вот эти поля от атрибута смотри видишь другие вкладки вот параметр публикации заголовок страницы тот же title именно для этого товара это для seo да но тут вот странно заголовок страницы потом смотри метод заголовок страницы title то есть вот title все таки вот это поле вот этот заголовок ну тут в описании принципе показано пропиши и посмотри как это смотрится вот не пойму сам почему лишнее поле обязательно title это заголовка есть вот описание товара вот здесь то есть это для seo понял да для поисковиков и те же самые ключевые слова через запятую вот но говорят что вот эти ключевые слова они не нужны уже то есть система на них особо не смотрит то есть вот это мета ключевые слова это поле можно пропускать обязательно title и обязательно описание сверху вкладку редактировать вот это не не выше нежели да это да ну здесь больше принципе все не трогаешь остальную вот смотри изображение товара она подгружается здесь можно мышкой просто перетащить вот сюда и если удалить их может быть несколько тогда будет галерея прям в товаре а вот если удалять вдруг понадобится вот ставишь галочку здесь напротив удалить вот по поводу картинок ну знаешь да они должны быть оптимизированы то есть маленького размера то есть картинку могу скачать как-то сайта чтобы если взял за основу под какое разрешение мне их делать вот сохранить изображение как картинку через сервис да знаешь как выжимать нет нет а photoshop он не жмет так там надо плагин который 50 долларов стоит для photoshop чтобы он сжал без потерь качества но ты но в общем короче это предупредил самое первое что килобайт до 10 килобайт по моему вот эта картинка не больше 10 килобайт по моему есть сервис тени png он предоставляет плагин для photoshop платный но можно через сервис бесплатно сжимать вот смотри вот этот адрес видишь этот сервис он сжимает картинку без потери качества очень сильно может сжать вот он предлагает здесь для photoshop плагин ну конечно не покупай его это только кто профессионально занимается не то просто чем удобно потому что ты когда изображение привык через photoshop сохранять этот плагин он уже там подхватывает ее и моментально уже через photoshop ты и выводишь как надо но так как у меня это плагина нет я просто картинку сюда закидываю он ее сам сжимает ты ее просто качаешь да и закидываешь на сайт то есть я пользуюсь бесплатно сервисом вот видишь вот написано photoshop вот 50 долларов стоит но я считаю это дорого ну для профессионалов возможно это нормально вот видишь даже показывает как видишь скриншот его как это photoshop и выглядит видишь как то есть photoshop он не сжимает настолько как надо на самом деле нет он может жать но качество он тебя убьет он можно сильно жать но качество он тебя убьет а это вроде как не убивает качество хотя хотя нужно смотреть на картинку потому что я заметил такую херню что даже этот сервис покоцает картинку если там много цветов цветастая картиночка вот но возможно это мои кривые руки потому что эту картинку я на photoshop делал может я там учились какие-то коды кодеки каким сбил или еще чего не знаю в общем он в одном случае я запалил что он все-таки покосал одну картинку и пришлось ее сохранить в среднем размере качество 80 на photoshop так дальше по поводу картинок вот остановились так вопросы есть какие-то нет да вот здесь то есть такая ситуация она так называлась я не могу сказать точно можно ли загрузить в таком виде а потом вот здесь по сути мы можем написать что-то не знаю правильно ли это и подстраховаться лучше изначально ее написать по идее как должно быть картинка должна быть как заголовок этого товара только латиницей и если заголовок состоит из нескольких слов он должен разделен быть нижним подчеркиванием да и причем jumla сама она не пустит загрузить картинки русские а каталог пустит то здесь можно они могут по-русскому называться по-русски то есть желательно желательно лучше сразу подготовить изображение здесь она загружена у тебя так как вот она была так и загрузил но в любом случае вот здесь удают нам возможность поменять название прямо здесь потом нажимаешь сохранить и все вот дальше вложение но этому я не пользовался ни разу то есть можно файл добавить для скачивания клиентов можно да или какой-то прайс-лист а дальше но местоположение ты сказал вам не надо можно внизу что карта еще выводилась прям под товаром а вот то что искал смотри атрибут товара называется вот здесь вот группа идет что это такое для каждой вот этой группы группы то есть это вот источник света по сути категории к этой категории я привязал вот такие вот параметры то есть если у тебя товар идет в источники света ты вещь я убрал категории здесь все исчезает кликаешь пустое место выбираешь источники света так появляются эти критерии и просто галочками отмечаешь какой параметр относится к данному товары все сейчас дойдем я покажу как создавать атрибуту да как дополнительных делать это из тех кто что было то что вот я на металл это вот уже есть вот это как выбирать в товаре ну параметры здесь не трогаешь ничего все и сохраняешь теперь давай посмотрим другие вкладки именно вот то что тебя больше всего интересует это вот эти вот атрибут значит смотри группа полей зайдем посмотрим что такое вот он источники света по сути категория на 1 если надо создаешь еще и к ней можно привязать дополнительный этот фильтр так вот он пока один здесь выходим отсюда да ну нажмешь создать здесь ведь тут ничего нет заголовок и все и сохраняешь и она появится здесь списке вот возвращаемся джек это налог переходим и смотри экстра поля можно экстра поля лишь кнопки они тут дублируются то есть экстра поля это все поля если создать новое поле то есть вот сразу кнопка идет которая создает то есть быстрое действие заходим экстра поля а ну вот в принципе они все здесь мощность видишь да здесь конечно у тебя будет начали какие-то возможные трудности ты искал два поля вот отключить вот здесь они отключаются видишь крестики я их не удалил просто отключил их можно вот так выделить и удалить ну или опубликовать редактируются они как захочешь внутрь если что-то не так это его название которое будет на сайте показано в этом ну в каталоге альяс прописывается изображение даже можно метки сделать возможно маленькая иконочка какая-то и причем здесь есть такой момент как только нажмешь сохранить после сохранения редактировать ты можешь не все ты уже группу полей менять не можешь источники света не меняются видишь если вдруг так получится что надо все-таки изменить удаляешь удаляешь наглухо вот эту то есть выходишь отсюда ставишь галку удаляешь нажимаешь создать и по новой делаешь как в итоге правильно надо было сделать и то есть когда создаешь здесь будет доступно также чекбокс недоступно уже ну и вот здесь вот но это вот как тебе объяснить давай сейчас это наглядно покажете мы были где в товаре части покажу чекбокс это вот такая вот квадратик куда мы ставим птичку понял этот чекбокс вот возвращаемся держи каталог возвращаемся поле то есть вот просто вы сразу таки важный нюанс и кстати вот к этому к этому классу какие относятся категории там abc то есть это вот здесь делается сколько угодно вот добавить 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 если не надо минус минус удаляешь если сейчас только а ну вот к час ну давай давай это вот например 7 ватт и все все поля которые вот в этой колонке то есть вот мощность к ней относится 5 в 7 ватт еще сколько то вот сколько у тебя есть ты их создаешь вот здесь вот дальше ну вот здесь просто читаешь чтобы тебе было легче и тебе устраивают как вот поля я создал предыдущие ты заходишь открываешь мое поле вот как я сейчас открыл так категория например ты отпускаешь точке света вот и нажимаешь здесь сохранить копию у тебя создается копии ты просто ее редактируешь на новый вот здесь меняешь на новый тип какой-то это тебе пока для начала что вот эти параметры чтобы ты не вникал сразу не загрузился у тебя твой мозг сильно короче вот здесь вот или читаешься внимательно есть просто я не знаю просто что тут еще сказать вот видишь тут радиокнопка вот сразу спросит спросишь что это такое это тоже самое только это . . но только разница между чекбоксом радиокнопкой то что чекбокс это может быть многочисленный выбор а радиокнопка ты можешь человек может выбрать что-то только одно из из предложенного только одно то есть выбрал одну точку он не может одновременно 2 выбрать да да это радиокнопка ну чекбокс дальше спадающий список это вот чтобы он вот так выскакивал вот так спадающий список вот как сейчас это на сайте вот он спадающий список вот это спадающий список называется вот здесь можно поменять вот это здесь и есть это вот здесь фильтр настраивать то здесь меняешь а тип фильтр да а ну вот мы его отключили давай поработаем со включенным с каким-нибудь вот например смотри мощность да давай посмотрим вот здесь вот первая мощность видишь да давай вам немножко подредактируем и посмотри на сайте тактик будет уже понятно смотря обязательно ну нет стоит то есть как бы и то есть человек не сможет до из искать пока он там что-то не выберет обязательно в этом фитле непосредственно вот в мощности поэтому здесь везде ставь нет но там она по умолчанию будет стоять нет видимый макет буду понятно и в товарах видны в списках и везде отдельный столбец нет ну чтоб понять это опять же надо вот ну вникать тебе смотреть пока не надо я думаю пока так вот поделай потом из чего вопрос задашь использовать фильтрах да то есть можно поле не обязательно чтобы фильтр их использовался именно вот в этом фильтре то есть он может быть вот здесь в списке быть под товаром а здесь фильтрации в поиске его может не быть это уже если надо так сделать это гибкость гибкость настройки смотри использует фильтрах тип фильтрации спадающий список так его смотри выбираем checkbox нажимаем сохранить обновляем обрати внимание мощность поменялась и теперь у нас место спадающего списка видишь что мы можем выбрать и если нужно выбрать но лучше checkbox радиокнопки лучше не ставить я думаю а вдруг человек хочет посмотреть товары из 5 ваттами семью ваттами правильно радиокнопка подойдет только в том случае где выбрать на самом деле нельзя одновременно то есть нельзя то есть ты считаешь что нельзя выбирать одновременно ну как правило фильтрах это нигде не применим я считаю мне кажется везде должно быть чекбокс ну или здесь не обязательно чекбокс или радиокнопка здесь есть от и до два поля появляются например километраж выбрать от 100 километров до 200 то есть в этом диапазоне будет работать поиск это здесь же также можно сделать то есть давай вернем на место у нас чекбокс у нас был спадающий список да вот он мин макс видишь это и будет два поля где можно диапазон задать вот использовать в поиске до сортируем и уже нет видишь нельзя взять потому что мы уже сохранили и она уже не работает то есть так устроен компонент что некоторые поля нельзя редактировать смотри я это отключил сейчас тебе покажу где это сейчас перейду в основной каталог вот здесь вот вот под слова фильтры под вот этим вот поиском о двое под вот этим вот выбором категории вот здесь вот будут были такие ссылки то есть можно вывести сюда еще отдельные ссылки мощность там цена и когда мы кликаем вот здесь списке на цену что все товары сортируются самые дешевые верху и по возрастанию если кликнем еще раз на цены то первый товар будет самый дорогой и вниз по убыванию вот поэтому они все сортируем и нет то есть значит где у нас давай посмотрим таблеточку смотри сейчас да как раз да дойдем вот у нас таблетка так то есть новый товар мы добавляем и он должен быть на где таблетка так да сейчас дойдем дальше но здесь пока все по фильтрам да вот сейчас здесь а давай еще раз я перейду диджей каталог остальные пока также не трогаем фладки пока потихоньку наполняешь вот настройки вот основная кнопка настроек полных настроек это вот здесь а я советую тебе пробежаться глазами поизучать вот эти настройки там по-русски подсказки на русском тоже смотри у нас все ссылки пока все меню они у нас не кликабельны так давай с тобой сейчас поговорим про как вывести здесь так первое что ты делаешь ты создаешь товар который относится к таблетке так вот он раздел на задаешь раздел обязательно так все создай хотя бы один товар который будет в таблетке не 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 обязательно просто назову пока таблетка вот смотри давай выбираем альяс сам пропишется паблик раздел какой будет источник света выбираем источники света картинку ну не будем да пока добавлялись по сути атрибуты соответственно для если выберешь другую категорию здесь будет другая атрибутика понял и если только я ее создал конечно если не создал будешь создавать вот давай поставим сколько ватт ей 11 ну все и больше пока все до нажимаем сохранить закрыть вот она внизу так картинки нет но смотри у нас источник света он уже выводится вот здесь поэтому этот товар он здесь и появится тоже вот он видишь вот но мы нам надо вывести его например еще в таблетке так мы идем теперь у нас это меню видишь мы переходим здесь майн меню сначала посмотрим у нас она создана уже нам нужно найти его таблетки здесь внизу постраничная навигация мы переходим на страницу 2 и ищем вот она видишь таблетки кликаем сейчас убедимся перейдем на таблетки а ну в принципе вот она выводится уже вот эти просто показываю где это смотри если меню вдруг не задано заходишь потому что менюшки то они все созданы но не заданы до заходишь таблетки смотри тип пункта меню нажимаешь выбрать и нам нужно вот видишь каталог видишь заходишь и здесь нужно выбрать список товаров таблицы или блок плитка то есть это будет выводиться список товаров как ты сейчас видел три штуки в той категории но ты создашь новые товары которые будут привязаны к другой категории и выводиться будет например в этом пункте меню здесь кликаешь страница обновляется ждешь дальше раздел выбираешь который вот это как раз то что мы создали до источники света здесь ну призываю здесь все в принципе я сейчас еще просто пробегусь здесь посмотрю может быть что-то важное эти настройки уже мы не трогаем и все по сути сохраняешь и будет выводиться туда еще есть вопрос да давай здесь вот по этим да это в другом месте то есть она у нас не кликабель смотри лучше разделить все по категориям ну конечно если у тебя акция ну как бы лучше каждый вот реально посмотри каждой ссылки создать категорию отдельно и каждой категории отдельная будет статья но это так называют называется статьи просто н или материалы вот который будет выводить здесь какой-то контент здесь ты убираешь материалы менеджер категории сначала этот по умолчанию идет нет категорий здесь нажимаешь создать здесь как бы простая тема такая здесь просто заголовок и сохраняешь ничего не надо здесь метод данные здесь я ну вот есть они вот 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 здесь вот они но для категории я не вижу смысл писать для статьи напишешь здесь создаешь все категории ко всем вот этим статьям сначала можешь прям также их назвать а потом приходишь вот здесь материалы или же это также материала вот менеджер материал здесь пока нет ничего нажимаешь создать сначала заголовок здесь статья для нее можешь вот здесь вот сейчас вот здесь описание докинуть все больше ничего тут не надо вот здесь правда выбрать надо будет эту категорию который ты создашь пока только вот одна видишь она тут появится как только ты создашь ее вот в этот список состояние опубликовано доступ все в принципе новым по умолчанию стоит да не трогаешь сохранил а потом идешь меню это у нас я разделил на три колонки вот а компания по моему это меню 2 вроде вот видишь вот они менюшки ее нужно активировать захочешь а компании нажимаешь также выбрать здесь выбираешь материалы и выбираешь материал 1 вот кликаешь и потом появляется после обновления страницы вот здесь вот такое поле еще одно кликаешь выбрать его здесь будет список всех сложных твоих статей выбираешь и прям по статье кликаешь по заголовку нажимаешь сохранить и она вот здесь появится отдельной страницей кликаешь будет вот эта менюшка будет будет все нижнее весь подвал будет и будет весь вверх но это вот в статье смотри ну да кстати вот эти модули вот эти модули они не будут видны скорее всего а точнее час я тебе объясню но их включить можно чтобы было видно сейчас я сейчас я посмотрю смотри чтобы картинки ссылкой там оформить статью это вот все в менеджер материалов то есть ты создаешь статью картинка вот загружает вот изображение загружаешь вот внизу это с компьютера выбираешь загружаешь потом ее здесь вот так выбираешь вставить потом кликаешь по картинке а ищешь вот скрепка эта ссылка и вот ссылка на картинку ушей и также текст вот здесь все делаешь пишет статьи твоей не в каком-то месте а он будет вот здесь в середине вот где где товары понял вот и по модулям вот если какие-то вдруг не выведутся модуль это у нас телефон корзина модуль поиска это тоже вот это все модуля внизу что есть вдруг они не появятся на новой странице что ты сделаешь перейдешь расширение вот модули здесь кликнешь по фильтру отсортируешь по включенным опубликованным но чтоб только быстрее видно было тебе например тел это так назвал телефон который у тебя отображается вот здесь вверху а вдруг он не отображается у тебя в статье но на странице где статья заходишь телефон но должен отображаться в чем разница переходишь на вторую вкладку вот у тебя написано всех страницах знаешь что он будет на всех везде но вдруг я где-то делал что например только на указанных соответственно новая статья суда автоматически не добавляется ты просто зайдешь ее здесь найдешь ставишь галку а если надо для всех этот модуль то выбираешь на всех страницах и все и сохраняешь но тогда этот модулек он будет везде на всех нас то есть автоматически будет на всех подставлять в страницах логотип но я тебе покажу но лучше дашь мне чтобы я сам его поставил смотри вот лога по моему это он я уже не помню короче сейчас посмотрим вот он в принципе маленький он загружен был обычным способом вот так и уменьшим здесь то есть что делать нельзя это же тестами у нас поэтому я тут не старался просто уменьшил то есть что значит он же был большим а я выделил и вот за этот маркер его здесь ужал это нагрузка уже идет так нельзя делать ее лучше сразу маленькой сделать на редакторе ну я же не знаю что ты смотрел поэтому я повторяю смотри причем как он выводится здесь он модуль но он обрати внимание он сейчас подожди я посмотрю он опубликован да сейчас оппозицию смотрю ну и просто мне кажется ты должен тоже знать это состояние поликон позиция вот такой вы что позиция до в шаблоне у каждого шаблона у них своя идет сетка разбита до смысле как выглядит разметка сейчас покажу смотри в разметке шаблона нет такой позиции так как у нас была заморочка логотип вывести в меню в эту полоску я нашел способ что на самом деле вот это меню синие это тоже модуль меню и в нем есть возможность вывести любой модуль то есть вот это же модуль отдельно модуль здесь картинка здесь создана вымышленная позиция я ее сам придумал и вот здесь сюда загружаешь все только размер смотри вот такая маленькая одна должна быть иначе вот эта полоса будет толще так чё еще раз ты спрашивал а в смысле который внизу сам вот это это тоже отдельный модуль ищем его я не помню кого назвал но это html мы можем отсортировать выборы выбор типа выбираем здесь html код чтобы уменьшить вот этот поиск футер 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 и вот он пожалуйста просто загружен как он есть то есть я загрузил изображение вот здесь вот так вот выделил вставить и ничего с ним больше не делал нажал сохранить но вот позиция вот по позициям тебе надо еще что ты понимал лишь позиция футер один как я позицию вообще это узнал как она узнается смотри ты есть несколько способов я покажу вот такая тема смотри вы что но адрес да вот после адреса точку руслыш обязательно потом идет вопрос tp равно единице вот такой подписываешь обновляется странице посмотри вот красным заголовками да и вот смотришь вот они они конечно выглядят здесь ну некрасиво вам в режиме разметки но это как бы это просто выше тут как много всяких модулей и вот они внизу видишь как раз четыре позиции было твой код и и внизу вот позиция социал для кнопок копирайт а и кстати вот потом просто концовку удаляешь кстати вот эту фигню просто так не сменяешь вот эту ну то есть если что надо поменять вот здесь вот что другое дописать это надо то есть это в самом коде в одном файле она там пишется и это я там прописал но там были как бы левые копирайты я их заменил вот на это потому что ты мне не сказал ничего писать там был только значок я решил хотя бы какой-то вид что был я подписал эту фигню то есть не ищи вот это это в модуле нет а вот сюда да смотри это модуль ну ну давай я все-таки покажу здесь выбрать сделаю список такой социал по-моему я назвал заходишь это специальный модуль который был в комплекте здесь как получается добавить новую это вот добавить если редактировать вот вконтакте вот есть иконочка кликаешь по иконочке сразу появляется здесь то что я написал иконка а вот url вот здесь убираешь решетку и вешаешь ссылку на профиль и нажимаешь сохранить элемент добавить новый название пишет там google плюс картинка так вот по поводу картинки смотри сейчас я смотрю так давай редактировать нажмем вот по поводу картинки смотри иконка изображения лучше не бери изображение то есть потому что вот здесь вот это не картинка это шрифт потому что этот шрифт он ничего не весит он не дает дополнительный вес для сайта а картинка как бы ты не ужал она тебе все равно вес будет давать лишний как получить вот ниже иконка вот видишь это специальный код иконки в вконтакте а тебе нужно перейти на сервис и взять код иконки сейчас покажу вот они вот здесь есть поиск я написал просто vk иконка нашлась например какая у вас там твиттер или чё google будет google короче вот видишь google вот google плюс тебе надо сначала кликнуть по google плюс и взять давай посмотрим как ты здесь еще раз выглядит идет фа фа и vk то есть по идее название вот идет но нам нужно взять вот из этой строчки из кода то есть по идее мы можем просто вот так вот взять где-то в статье вставить и иконка будет ну так как у нас вот эти хвосты они прописаны в шаблоне нам нужно взять вот после кавычек фа фа google плюс до кавычек вот так скопировать вот именно вот эту тему а и вставить ее вот здесь и появится иконка то есть это выбор либо картинку ты можешь ставить вот изображение иконки png левил но лучше взять шрифт вот и потом цвет вот здесь может меняться вот здесь вот вот альтернативный цвет это при наведении как то есть вот этому дулек он с этим шаблоном шел вот и все из их и получается что ты можешь здесь создать я так понимаю без заграничения но конечно же здесь они будут чтобы умещались да вот а еще момент смотри вот это если но это конечно глупо убирать вот это можно все отключать вот этим давайте еще пройдемся вот по вдруг понадобится такая уже немножко углубленная тема по поводу позиции вот этой вот сетки разметки да смотри переходим расширение менеджер шаблонов делать а шаблон вообще находится это здесь вот там где звездочка этот шаблон по умолчанию то есть вот этот заходим внутрь здесь есть такая тема переходим вот просмотреть макет вот эта кнопка вот видишь тут это вот и есть твои позиции как ты их можешь оттуда смотреть и смотри вот здесь на 3 нажал и уже три модуля позиции то есть если вдруг надо добавить вот в один ряд еще именно здесь да это название этого модуля этой позиции на сайте ты его найдешь не там пока нет ничего ты просто зайдешь смотри у тебя например есть три модуля так например в первом модуле картинка во втором текст третьем информация но у тебя нужно вывести именно вот здесь топ-1 это ты здесь смотришь где это в середине где-то а у тебя только два позиции ты делаешь три они соответственно занимают место больше соответственно не меньше и уже нажимаешь вот и сохранить обязательно у тебя теперь там будет три топа видишь и теперь ты спокойно может три модуля разместить в каждую из ячеек именно уже в модулях выбрать эту топ-1 вот топ-3 топ-1-3 понял где создаешь модуль и уже назначаешь вот эти позиции потому что теперь у нас их 3 их можно вот так же вот здесь не стать вишь менять местами видишь перетащив за верхнюю эту фигню также можно делать вот такую вещь видишь она во всю ширину задается то есть она уже не будет вот так скомкана но будет вот так вот прям до краев браузера но это не надо делать так как ну вот это до женщины ей надо было чтобы было узко и вот эта тема тоже кнопка она но это смотреть она дает так ширину такую поширше они становятся это но опять же здесь что можно выключить вообще его если надо вернуть просто два выбираешь опять два видишь нажимаешь вот у нас вот раз два три четыре вот четыре они вот давай посмотрим где он выводится еще раз нижние вот эти четыре давай посмотрим смотри это футер один видишь смотри это футер два футер три футер четыре теперь смотрим здесь внизу прокручиваем вот где написано вот это вот контент вот здесь вот он выводит статьи это вот здесь мы не можем ее управлять она там задан футер смотри футер один футер два вот они четыре видишь можно сделать аж шесть модулей в один ряд здесь нет особо ничего здесь только можешь перенаправить в другую позицию модуля или нет нажать или помогать то есть эта фигня она ничего не дает вот это здесь только вот либо прибавить убавить позиции модульные и вот эти управления то есть переместить местами и сделать пошире позиции а вот социал твоя пожалуйста где социальные кнопки выводятся по идее можно нажать нет ты уберешь вообще отсюда модуль и он у тебя будет здесь в резерве то есть не будет его показан то есть по сути внизу этот резерв мы можем добавить еще сетку вот отсюда вытянуть снизу то что находится в красной области это не показывается это можно вытянуть туда верно у тебя тут предостаточно позиции модулей понял да но это уже такие более глубокие ну соответственно вот ширину я убавил здесь был 1100 потому что стоял вопрос как сделать его вот таким вот узким чтобы они были ровненько все я сначала мучился вот с этими тремя это вообще одна позиция это не трик этот не три здесь модуль это один модуль это в одном модуле вот так три но они были не управляемые короче между ними был большой пространство потому что сам сайт был широкий вот здесь а ну вот так стать как это делать давай посмотрим идем менеджер модулей как она называется давай посмотрим это у нас боксы вот заходим в боксы сейчас подожди секунду смотри видишь три картинки вот они да и просто ставишь вот так ссылку адрес ссылки да и сохраняешь и она вот здесь у тебя уже будет а пока тут пальчик есть но ссылки нет видишь я кликаю меня никуда не перенаправляет еще вопросы есть пока нет но тогда все пока на сегодня если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь